Под крышу дома своего совсем небезопасно возвращаться. 16-квартирный дом по улице 1 Московская еще в июне прошлого года был признан ветхим и непригодным для проживания. Однако до сих пор его жильцы не расселены. Ежедневное нахождение в этом разрушающемся здании просто опасно для жизни. Так накануне в одном из подъездов обрушилась часть крыши. Вчера ребенок мой только прошел и этот потолок упал. Ребенку 15 лет. Если бы ее вчера вот это придавило, это же бы вообще кошмар. Падающие потолки для этого дома явление уже привычное. Как минимум раз с этим сталкивался практически каждый житель дома. Ситуацию обостряют и многочисленные дожди. Марья Малахова у себя на кухне старается не включать свет. Боится, что загорится проводка. Потолок намок и постепенно нависает. Трещинами покрываются и сами стены дома. Иногда доходит просто до смешного. В прошлом году, рассказывает Марья, с соседями за руку здоровались. В стене образовалась сквозная дырка. Раньше мужчины дома своими силами залатывали крышу. Но с каждым разом делать это становилось все опаснее. Все делали своими силами. Сами вели, сами крышу перестилали, сами сделали. Но уже невозможно делать. Дождь у нас идет, снег идет у нас. Все у нас. Подавали письма с жалобами, в жилищную инспекцию подавали. Ежемесячно нам идут в жилищную инспекцию письма, что они не выполняют требования. К слову, об управляющих компаниях. 39-й дом по улице 1-я Московская будто заколдован. Жилищно-коммунальные организации здесь сменяют одна другую. А вот ремонта даже косметического жильцы за последние 20 лет не припомнят. Впрочем, городские власти бросать дом на произвол судьбы тоже не собираются. В настоящее время управляющей компанией ООО «РУЭК» дано задание в течение недели устранить данную аварийную ситуацию по кровле, по крыше. Жильцам квартиры, находящиеся на втором этаже, выписано уведомление о предоставлении комнат в общежитии. Общежитие нам предлагают, но общежитие где временно, там и постоянно. И мы все жители нашего дома просим вас о помощи, потому что у нас у каждой семьи дети. Чем закончится эта история, пока не ясно. Жильцы надеются на государственную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, под которую этот дом попадает. Только вот когда начнется расселение, пока предсказать не может никто. Светлана Тулунова, Виталий Литвинцев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова